Привет моделисты и моделистки! Меня зовут Александр Колесников. Я живу и работаю в городе Цинцинати, штат Огайо. Я живу в стопроцентной англоговорящей среде и у меня проскальзывают английские слова. Иногда я не могу вспомнить, как какая-то деталь, вещь, устройство называется по-русски. И большое спасибо всем нашим постоянным зрителям и новым зрителям, кто помогает мне скорректировать эти моменты. В этом видео, по-моему, пришло время поднять такую глыбу, как РОКО З-21 систему, детческую систему. Мы поговорим о двух станциях на будущее, но со мной происходят всегда какие-то истории. Я без приколов, у меня не получается. Как вы видели, я сделал ремонт и хотел оттестировать вот этот вот прекрасный браузский. Конечно, он стоит денег, которые за него просят. Вот эту электричку. Зарядил маленький такой здесь сарап, да? И чувствую, что что-то не то. У меня тестовый адрес всегда 3, но крутилка не работает так, как она должна работать. Сейчас работает она прекрасно. Что-то проблемы с калибровкой. Так вот. Кстати, под конец видео, чтобы сейчас что-то не нарушить, я вам покажу один такой тест. Вам поможет трэблсьютинг, да? Избежать проблемы. Вернее, починить эту проблему. Так вот, посмотрел на firmware, оказывается, оно 1.04, а современное firmware, последнее 1.08. Хотя я так не ожидал, что я отстал. Но я не так часто использую эти крутилки. А вот в этой командной станции я только на один... Причем, я думаю, что она вышла буквально недавно. Короче, я быстренько подцепил компьютер, зацепил все апдейты. Сделал апдейт сюда и сделал апдейт сюда. Теперь я вам покажу, как это проверить. Что должно быть все свежее? Берете двумя пальцами, нажимаете и попадаете в такое меню. Сейчас, раз, запущу. Меню. Вот. Потом прокручиваете до момента сеттинг. Всегда подтверждаете вот этой кнопкой ОК. Дисплей нам не нужен. Юзер тоже. Ресет. Нужно. Потом. Стоп. Инфо. Еще раз. Enter. Маус. И вот мы сейчас нажмем. Версия, да? 0.8. 1.0.8. Четко. Так. Далее. Еще escape. Info. Маус. Wi-Fi. Должно быть новый формуэр для модуля Wi-Fi. 1.0.5. Был 1.0.4. Все четко. Апдейт. Ребята, если нужно вам, я могу сделать коротенький видосик. Ничего там особенно сложного нет. Сейчас мы уйдем отсюда. Так. Теперь нужно пойти на инфо. Ресет обратно. Ресет. И вот вы сделаете ресет. Лока. Раут. Everything. Calibration. И. Сейчас я уже сделал. Вы сделаете после того, как все откалибруется. Тогда крутилка работает очень четко. Чтобы выйти из этих всех меню. Вы просто нажимаете. Escape. Ну я пережал. И вырубил. Теперь смотрите. Проблема может быть такая. Запускается, конечно, мотор. Хорошо. Мотор. Я имею ввиду, когда включается рубильник там. Ну все. Вот это электрический поезд. Мы его покатаем. Конечно, отдельный видос будет. Теперь смотрите. Частая проблема бывает. И я давным-давно, несколько лет назад, когда только занялся этой ирока, была такая ситуация. Сейчас мы ее попробуем симулировать. Так. Чтобы зажечь просто монитор, вы нажимаете меню. Она такая неактивная кнопка. Теперь. Если есть антенка. И вот этот индикатор направления моргает, и ничего, конечно, не работает. Проблема в том, что по какой-то причине эта крутилка подключена к раутеру. Она сидит на раутере, на Wi-Fi. Но она не видит командную систему. Делаем так. Сейчас вырубаем звук на пробу. И я отключаю. Вот видите. Командную систему. Смотрите, что будет. Так, так, так. Вырубается Wi-Fi на несколько секунд. Так, держим. Потом опять подключается Wi-Fi. То есть, она подключена. А вот здесь индикатор говорит о том, что нет синхронизации с командной системой. Если все включить. Проблема исчезнет. Все нормально. Врубаем на пробу. После этого уже ничего функции не запомнены. Она не помнит. То есть, нужно с самого начала нажать все. И запускать каждые 7, по-моему, врубает. А, это окошко в этом. А, 6 значит. А, вот. Ну что. Начинаем углубляться в рока. Вам, ребят, спасибо за внимание. Спасибо за поддержку канала. И всего наилучшего. Давай.